Привет, дружочки-пирожочки! Сегодня будет необычный ролик для меня и для вас, потому что этого ролика нет. Я его удалил, я его стёр, я его уничтожил, случайно, конечно же, и это этот ролик. Да, что? Что я несу такое? Разберёмся, давайте, в процессе. Но прежде, если вы хотите увидеть обзор на крутейшую сборку, всё вот это вот мельчайшие подробности, разговоры и знакомство вот с этим вот раптором, с таким вот, то знаете, где это можно найти? Правильно, на моём другом канале про игрушки. Вот на этом. Ещё больше видео про игрушки на моём канале «Заигрался». Будем вспоминать старые игрушки и смотреть на новые. Эти обзоры уже вышли или скоро выйдут на моём канале «Заигрался». Ссылка в описании. Да, я готовил двойной обзор, туда-сюда, и, как бы, такая история была, что тот обзор у меня первый, и я его снял знакомство такое, просто, как бы, с игрушкой купил, распаковал и так далее. А вот второй обзор здесь я уже подготовил более детальный, уже когда узнал что-то, и поэтому у меня здесь много информации. И второй обзор у меня на вот эту вот штуковину, на, как вы поняли, тарантул. На тарантул. И вот этот тарантул. Соответственно, он у меня распакован уже и собран, поскольку, ну, я стёр информацию тут с полной сборкой, со съёмкой сборки, с разговорами, с деталями и так далее, со всем этим. Ну, теперь ещё один повод прийти на канал «Заигрался», там вы увидите сборку и процесс. Здесь же просто будут выводы. Итак, ум-вум. Игра без правил. Умная бумага. Российская компания, выпускающая игрушки из картона различного, всякие модели, домики, здания и так далее. И не только. Разные всякие постройки из картона. Мы берём такой лист картона. Изначально у нас, вот давайте я вам покажу, заспойлерю как раз, какие ещё обзоры будут на канале «Заигрался», вот на эти наборы. Итак, вот в таких вот плоских упаковках есть наборы, которые на плоских листочках таких. И уже из них мы получаем объёмный, собирая их, сгибая, оставляя там пазы в пазы, мы получаем объёмную какую-то модель. Например, здесь мы получаем объёмную модель мотоциклистов, вот таких, видите, из какие-то Сейдон, Сейдон, как бы Сейдон, наверное, Сейдон, фракции Сейдон. А здесь мы получаем вот такой вот танк из той же Сейдона. Вот такой должен получиться, опять же, из плоской штуковины. Обзор на них, сборку их и всякие особенности их, вы увидите на канале «Заигрался», о котором я рассказал, потому что я уверен, что эти обзоры здесь не зайдут, а там не жалко, там я могу в лампово поговорить с вами. Хотя бы просто не занимать как бы эфирное время, потому что здесь точно будет всё не так. Но по поводу вот этого тарантула. Итак, значит, нам предлагается вот такой же, значит, предлагался вот такой же блистер, такой набор, в котором также всё красиво было оформлено. Вот эта штука, она являлась титульным листом, то есть на котором мы видели изображение, то, что у нас получится. Здесь ещё круто оформлена боевая, как такая, сцена. И, в общем, всё здорово-здорово написано. И сзади, вот я уже её выкинул, вот такое вот описание, и там было про вот этот тарантул. Вот, может быть, я как-нибудь сделаю переобзор на него, пересборку, уже на канале заигрался. Короче, вот. Но у меня сохранилась карточка. Карточка, да, она осталась. Сейчас я вам покажу. И где же она? А вот она у меня отдельно почему-то лежит. Вот карточка тарантула. Вот такая вот карточка. И, соответственно, она была тоже вот на этой плашке. Вот здесь она находилась, её нужно было выдавить. И у нас вот такая вот... Здесь его, значит, у нас его особенности, его ширина, высота, ну вот в этом игровом мире, принадлежность, ценности очков 19, 4 орудия, приоритет, броня и так далее. Вот. Здесь же также имеется очень прикольный комикс, который говорит нам о том, что тут происходит. Немножечко знакомит нас с персонажами. Комикс здесь вот такой. Чуваки, видите, разведка застегла движение на границе с Сейдоном. Необходимо усилить пультурлирование пустых холмов. Завтра я отправлю туда группу тарантулов. И тюк-тюк-тюк пошли. Тарантула. Что здесь происходит? А вызвать подмогу? Нет. Давай поближе, подойдём поближе. Сейдонский боливарный на нашей территории. Сейчас уйдёт. Брёшь, не уйдёшь. Ну, вот так, как будто у меня 100-500 персонажей получилось. Ну, такой вот комикс. Он не о чёмный, он такой вот у того забавный, у маленького нашего этого таранта, как это, Раптора. У Раптора забавный, забавный комикс, посмотрите. А здесь, ну, просто такой, как бы, немножечко выгружает нас мир. Но уже прикольно, прикольно, я согласен. Я вот здесь не могу не согласиться, что это дополнительное, как бы, вовлечение в пространство этого мира. А внутри вот инструкция, по которой я собирал. То есть, выдавливать нужно было. Но, опять же, посмотрите в обзоре на Раптор, вы всё узнаете. И что же у нас получилось? Вот как раз. Рассказал всё, обсудили, показал всё, заспойлерил всё вот это. И в итоге у нас получается вот такой чувак. Вот такой. Это полностью подвижная, играбельная даже, можно сказать, прочная, очень классная по цветам моделька. И мини-фигурка ещё тоже присутствует. Согласитесь, получить из вот такой вот плоской штучки за всего несколько рублей, ну, не несколько рублей, ну, короче, за дёшево, дешёвая вещица, и ещё карточка вот эта вот остаётся, вот, мы получаем такой набор. Это очень круто. Это очень здорово. Причём, смотрите, у него поворачивается башня. Совершенно спокойно. У него поднимаются орудия. У него откидывается кабина, но об этом чуть позже. У него также эта кабина, башня вообще может быть... Ну, можно её снять, эту башню. Вот. Если вдруг кто-то захочет снять башню, то её в целом можно снять, башню. Под ней мы видим детализацию. У него подвижные все ноги. Ноги такие же, кстати, ну, насчёт их сборки, конструктивные особенности. Вы можете посмотреть, опять же, в обзоре на Raptor, на «Заигрался» на канале. А здесь, ну, вы видите, вот они похожи, видите, на паучьи лапы, действительно, они подвижные. И это всё картон. Здесь нет ни кусочка клея, здесь нет ни кусочка пластика, ну, кроме подставки вот этой вот и ещё кое-чего. Здесь нет никаких, ну, то есть, крепежей других, кроме вот соединительных элементов картона. Да, это картон. Да, с ним надо быть осторожным. Да, он может быть ломкий или что-то ещё, но это лучший картон, который я видел. Посмотрите, здесь перфолинии, всякие различные кнопочки, склёпочки, заклёпочки, они все продавлены, что создаёт вот эти вот всякие различные, создаёт объём, фактуру, текстуру, вот это вот всего. Вот. Плюс невервиглазные цвета, невервиглазные. Плюс дизайн брутальный, похож такой вот, знаете, детский Вархаммер, ну, такого хорошего плана детский. В смысле того, что не какой-то там розовенький, там красненький, там зелёненький, синенький, а вот хороших таких цветов, да. При этом цвета здесь не копипащены. Смотрите, тут везде, если где-то есть принты, то они всегда очень качественные. Например, с одной стороны и с другой пушки выглядят по-разному. Смотрите, здесь одна накладка, например, а с другой стороны другая. Снизу обязательно вот здесь вот есть, видите, такие какие-то элементы. То есть, это дополняет образ. Потом, смотрите, кабина тоже у нас, видите, так вот здесь сделана с одной стороны, но они её проработали и внутри. Внутри кабина с различными элементами управления. А здесь типа кресло. И мини-фигурка, смотрите, мини-фигурка тоже присутствует. И с одной стороны, мы видим, она у нас стоит в фас. Кстати, мини-фигурка тоже текстурированная. Одежда и складки все сделаны. И из-за этого она тоже, ну, так смотрится, очень круто, фактурно. Но фигурка не просто так, на отвале здесь добавлена, а сделана действительно классно, потому что добавили сюда, видите, и обратную сторону. Это хороший подход. И в итоге у нас получился невероятно крутой транспорт, невероятно крутой, футуристичный, такой вездеход боевой. Он еще и резинками стреляет. Это, конечно, мне не очень, ну, как бы нравится, но, тем не менее. Здесь четырех он зарядный. Я давайте на примере одной пушки покажу. Резинки были в комплекте, по-моему, с запасом даже. И он стреляет так же, как и Раптор. Только там два заряда, а здесь четыре заряда, то есть две таких, считайте, пушки. Они присутствуют. Хоба, хоба. Итак, и здесь вот можно раз, мы берем, и бам, резиночка, бам, резиночка. Выстреливает довольно мощно, то есть это еще и резинка стрел. Вот, что мы получаем. То есть классная сборка, классный внешний вид, прикольное описание, и очень дешевая цена. То есть по всем показателям он прекрасен. Но, есть один показатель, по которому эта штука ужасна. Это называется игра без правил. Игра без правил. И казалось бы, это такая история, знаете, с подвохом, с приколом. То есть должны быть, наверное, очень сложные правила, или правила должны быть где-то еще, но никак не нигде. Вот. И, соответственно, никак они не могут быть просто отсутствовать. Знаете почему? Потому что этих правил реально нет. Их нету, не существует. Тут у них целая игровая вселенная, у них целый мир с огромным количеством вот этих вот всяких фигурок и террейнов. Все это стоит очень недорого. И это все здорово. Но нету правил. Как в это играть? Это типа Вархаммера, понимаете, да? Реально. Это сделано очень круто и прикольно. Это сделано очень интересно. Это сделано играбельно. И это сделано брутально. И я почитал форумы, я почитал всякие блоги, я посмотрел видосы. И даже коллекционеры и сборщики, игроки Вархаммер пользуют террейн издания, например, для своих игр. И вообще им понравился дизайн всего этого. Это здорово. И все ждали правила. Но умная бумага, российская компания, как большинство российских компаний не смогла. Еще одна российская компания, которая не смогла, не вытянула, не выдержала. И, соответственно, правил и развитие серии не получила. С 2018 года, к сожалению, мы больше ничего особого не слышали. Может быть, когда-нибудь они оживут. Серьезно, я готов поддержать различными возможностями своими, просто делать обзоры, рассказывать, не знаю, с кем-то поиграть. В общем, я с удовольствием поддержал производителей, если бы они вернулись к своей серии и сделали бы новую фракцию, новые, например, сейчас пока 2 фракции, да, но если бы они сделали новую фракцию каких-нибудь, я не знаю, каких-нибудь кочевников, фриков, каких-нибудь, или каких-нибудь инопланетян, или может, каких-нибудь подземных жителей, то, соответственно, было бы прикольно и к ним бы как раз приуроченные к этому событию сделали бы правила. Но я думаю, что умная бумага сейчас занимается другим, какие-нибудь кораблики, здания, домики, ещё что-нибудь. Вот такие вот трёхкопеечные штуки. Очередная проблема, как мне кажется, дешевизны наборов. Такой набор стоил 240 рублей, а вот этот маленький набор с Raptor стоил 140 рублей. И, соответственно, это прямо супер доступно в любом варианте. Это супер дёшево для того, чтобы... Это сборка, это классно, это где-то минут 40, сборки прикольные. Это чувствую причастность к этому всему. Это очень красиво получается в итоге, это на полку поставить и просто поиграть. Это, да, может быть, не очень долговечная, но играбельная модель. Ну, всё-таки из-за бумаги, из картона сделана. Но это очень классный, качественный картон, у которого замечательное оформление, у которого есть отличный потенциал. Комикс добавили. Это же здорово, представляете? Раскрытие мира и персонажей. То есть вы уже относитесь по-другому. Причём, смотрите, здесь даже вот этот чувак из комикса, не просто какой-то рандомный бугай, а из комикса. Он такой харизматичный, с этими усиками и бородкой. То есть и вы немножечко проникаетесь к нему. Мало того, в других комиксах тоже такая же. К каждому набору свой отдельный комикс идёт. То есть, например, здесь будет другой комикс, про вот этот танк. Здесь будет другой комикс. То есть, вот здесь, вот здесь тоже можете посмотреть. Другой комикс. Это здорово. Это действительно креативно. Но правила они так и не придумали, не завезли. Наборов немного, но они все прикольные. Вот, посмотрите. Вы можете посмотреть. Я нашёл в Читай-городе. Можно где-то и на сайте найти или что-то типа того. Вот. Есть огромные наборы, большие. Я хочу их себе на обзор, но уже заигрался, наверное. Вот. Есть террейны. Это просто такие здания. Можно атмосферу создать такую. Есть вот всякие такие шагоходы. Есть какие-то вот такие штуковины. Вы видите транспорт различный. Такой-сякой. Вот это. Вот. 240 рублей, пожалуйста. Вот то, что мы сегодня видели. Вот танк. 170 рублей. Вон тот танк. Есть и большие, конечно. Но они гигантские. Прямо в коробках. Вот. И вот тут даже меньше, чем я находил, мне кажется, на сайтах. Здесь прямо, ну сколько? 20 не будет наборов. Маловато. Маловато. Нужно больше. Хотя с большими наборками, 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 там даже фигурки идут ещё внутри. Тоже вот такого плана. И можно расставить их и играть. Почему должны быть правила? Почему я... Тебе же типа Сафронов написали. Вот кто не дослушал и написал, вот не надо писать тупые комментарии, пожалуйста, пока вы не дослушиваете ролик. Или вы не слушаете и не пишете. Или вы пишете после того, как всё послушали. Смотрите. Игра без правил. Все дела. Во-первых, логика. Это варгейм. Это абсолютно точно варгейм, который типа Варкрафта, ой, Вархаммера или других, или технолога, вот это вот. Это всё прям по логике напрашивается сюда. Здесь должно быть и вот это. Второе – это карточка. Карточка. Посмотрите. Давайте обратим внимание на карточку. На пару её моментов. Ценность очков. Что? Для чего? Каких очков? И, внимание, ладно, вот это вот броня, скорость атакы, но приоритет. Приоритет, блин, чего? Чего, блин, приоритет? Вот объясните мне, пожалуйста. Чего приоритет? Купить другой набор, а не ваш? Понимаете? Нет. Это должно было быть в механике игры. Вписано. Ценность очков и приоритет. Или вы должны тогда написать большими буквами. Придумай правило сам. Здесь или сзади. Придумай правило сам. Но тогда не нужно запутывать своими собственными обозначениями. В ценности и приоритете. Броня, скорость атака, окей, хорошо. Такие общие. Но приоритет. Вообще подумайте, что ребёнок берёт, открывает вот этот набор, смотрит, а у него тут приоритет. И ценность очков. И что с этим делать? Любой человек полезет за правилами. И поверьте мне, каждый обладатель игры без правил забил в гугле, как играть. Или правило игры без правил умная бумага. И никто их не нашёл. В нормальном варианте. Ну, я не беру фанатские какие-нибудь или что-то ещё. Но официально не выпустили. И это стыд и позор. Короче, это ещё одна отечественная компания, которая не смогла. И это очень, очень и очень печально. Потому что это очень и очень и очень круто. Это как с большинством, опять же, с тем же технологом и со всем остальным. Но я всё равно, пока они продаются, это всего прошло два года, ещё есть у них в продаже. Я закуплю вообще все эти наборы, соберу их с удовольствием. Что-то я с сыном потом соберу обязательно. И обязательно эти соберу и покажу на канале. Потому что они мне безумно нравятся. Они супер дешёвые. И я просто их себе хочу и поделиться с вами. Но обидно, что опять как с технологом, я решил когда впрячься и сказать, вау, какая крутота, классность вообще. Оказалось, что это всё кануло в лето. Компания сдулась, скатилась. И вот как бы не смогла по тем или иным причинам развить тему. Не знаю почему. Но ведь нужно было бы всего лишь выпустить правила. Для этого даже не нужно затрачивать какие-то огромные ресурсы. Просто фан-базу подключить или найти каких-то людей, которые за недорого это сделают. Сделать нормальные правила игроки в варгеймах. Ну вот, вот как-то так. На этом всё. Пока-пока. Смотрите обзоры и вот на маленького Раптора. Посмотрите как раз там, как это на литниках, как это всё собирается. Мало того, на остальные наборы тоже у них свои фишки. Посмотрите тоже обзоры там. Ну и на большие, когда я дойду до них, тоже, скорее всего, у меня не будут там. Вот, рассказал, поделился. Стартуем отсюда. Перейдём потом туда. Здесь просто я как бы отправную точку решил создать. Пока-пока.